здравствуйте дорогие друзья с вами анатолий гальянов и в этом ролике я хочу вам рассказать о своих видео уроках по обучению игре на гармонии в своем обучении я использую простой и эффективный метод называется он показ с рук или другими словами делай как я и научиться играть на гармонии у меня в руках тульская гармонь 25 клавиш правой руке и 25 клавиш в левой руке чтобы вам было легче и удобно запоминать последовательность клавиш преимущественно это касается правой руки я каждую клавишу пронумеровал и приклеил наклеечки от 1 до 25 при разборе песни или наигрыша последовательность клавиш которые нужно нажимать будут отображаться на экране вы в любое время можете остановить видеозапись и отработать данный фрагмент данную фразу на инструменте для начала разберемся как держать инструмент учиться лучше в сидячем положении на твердой поверхности ноги чуть шире чем на ширине плеч гармонь ставим на колени одеваем левый правый ремни левую руку просовываем в левый ремень и пальчики у нас должны оказаться на клавиатуре я заранее себе отрегулировал длину ремней чтобы гармонь не висела и не хлябала а была плотно закреплена с вашим корпусом разучивание любой мелодии песни наигрыша я рекомендую разбить на четыре этапа первый этап разбор правой клавиатуры второй этап работа мехом сжим-разжим третий этап разбор левой клавиатуры и четвертый этап соединить обе руки вместе правой руке при игре на инструменте участвуют все пять пальцев но чаще всего второй третий четвертый и пятый очень важно правильно держать руку по отношению грифу локоть немножко должен отведем в сторону вот примерно такое расположение такое расположение неправильно и тем более большой пальчик заводить за гриф тоже неправильно должно примерно быть перпендикулярно грифу гармонь это такой инструмент что от одного нажатия клавиши звука не будет нужно разжимать и сжимать мех обычно мех меняется по фразам на разжим одна фраза нажим другая фраза очень важно чтобы вам хватало воздуха это достигается с помощью тренировок и упражнений третий этап игра левой рукой в левой руке у нас участвуют четыре пальчика но чаще всего применяют второй и третий вот эту пару на четвертом этапе когда мы соединяем правую и левую руки очень важно для начала понять какие клавиши и когда нажимать затем в медленном темпе отрабатывать фразы рассмотрим пример разучим украинскую народную песню ты ж меня пидманула для начала сыграю то чему буду вас учить ну что же приступим к разбору правой руки ставим первый палец на вторую клавишу второй пальчик на семнадцатую клавишу третий на восемнадцатую и четвертый на шестую первая фраза на разжим вторая фраза также на разжим теперь нажим мех третья фраза такая же как первая и четвертая ставим четвертый палец на девятнадцатую клавишу а первый пальчик на второй разберем вторую часть песни она играется аккордами терциями ставим второй третий пальчики на восемнадцатую и девятнадцатую клавиши и в медленном темпе смотрим как играть смещаем далее эти продолжаем уже эти пальчики и жим переходим к разбору левой руки в левой руке у нас будут задействовано два пальчика второй и третий парочка начинается песня со второго ряда находим второй ряд и ставим пальчики на третью четвертую клавиши запоминаем схемку бас аккорд бас аккорд четыре раза сыграем переставляем на пятую шестую и также четыре раза бас аккорд бас аккорд мех продолжает разжиматься теперь сжимаем мех обратно переставляем на третью четвертую также четыре раза теперь пятая шестая два раза и третья четвертая два раза проиграю это целиком вторая часть песни начинается с третьего ряда с третьей четвертой клавиши находим третий ряд ставим пальчики на третью четвертую клавиши бас аккорд играется четыре раза бас аккорд бас аккорд сыграли далее переставляем на пятую шестую играем три раза а четвертые играем на пятый шестой со второго ряда вот что получается мех также разжимается теперь нажим начинаем играть со второго ряда с третьей четвертой клавиши четыре раза пятая шестая два раза и третья четвертая два раза можно так сыграть необходимо все это в медленном темпе проработать запомнить чтобы у вас эта игра была уверенной и соблюдать разжим и сжим обязательно переходим к завершающему этапу соединяем правую и левую руку вместе начинаем соединять в медленном темпе на каждое нажатие в правой руке идет нажатие в левой руке вот что получается идет разжим второй фразы также идет разжим пальчики переставляем в левой руке на пятую шестую а в правой руке готовим на второй вот что получилось теперь идет сжим в левой руке переставляем на третью четвертую в правой на семнадцатую она такая же как первая получается и завершающая четвертая фраза также нажим в конце идет длительность длинше на одно нажатие в правой руке два нажатия в левой то есть здесь одна звучит а здесь уже две звучит разучим вторую часть песни точно также на каждое нажатие в правой руке нажимается клавиша в левой руке вот что получается медленном темпе разжим здесь можно одновременно бас с аккордом одновременно нажать желаю вам успехов в разучивании песни ты же меня пидманула кому понравилось мое видео можете поставить лайк написать комментарий ну а для тех кто хотел бы научиться играть на гармонии другие песни и наигрыши предлагаю вам обратиться ко мне телефончик вы видите на экране можете позвонить написать в вибери ватсапе я пришлю вам список песен вы выберете себе песню и начнете разучивание